Слушайте, я решил поговорить про такую тему, которая встречалась у меня редко, но когда это случается, все очень-очень хреново. Я на самом деле очень-очень-очень давно не встречался с этим, но вот случилось на вилке от VRX. Короче, ставим камеру, объясняю. У вас вот так вот перо собрано. Чтобы его разобрать для замены сальника, вы как обратным молотком вот так тук-тук-тук стучите. Что у вас в этот момент происходит? Возьму старые направляющие. Вот узкая направляющая, она сидит в стакане. Широкая направляющая сидит вот здесь на пере. Ну, то есть вот тут надета. И когда вы стучите, то есть вы вот этой нижней направляющей так делаете, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, и как обратным молотком выбиваете. Но есть ситуации, крайне степени паскудные, их по-другому назвать невозможно, когда направляющие изношены. И изношены они не только то, что вот это тефлоновое покрытие изношено, но и нерабочая часть, когда вот как здесь, видите, тут уже есть прям ямы. То есть прям, ну, конкретные ямы. Что случается? В момент, когда вы как обратным молотком пытаетесь стучать, происходит вот это. То есть нижняя направляющая, которая должна, по сути, выбивать, она заходит внутрь направляющей верхней, а верхняя направляющая у нас устанавливается вот сюда. Соответственно, вот эта вот кромка, она является посадочной. И что же происходит? Несложно догадаться, что получается, что вы нижней направляющей расклиниваете верхнюю, и хрен нас два. Вы можете разобрать вилку. Иногда бывает так, что направляющая, ну, настолько изношена, что через, короче, пролетает, и все. Ну, это обычно китайских вилках, где размер прослаблен, и вот эта направляющая вылетает, а направляющая из стакана остается на месте. Это ладно, это полбеды. Но когда у вас происходит вот так и расклинивает, это жопа. То есть, вы никак не можете разобрать вилку вообще в принципе. То есть, вы вот, ну, вот хоть убейтесь. Ну, вы же понимаете, что вы расклиниваете. Во-первых, каждый ваш удар обратный забивает направляющую еще дальше. Это ладно. Так мало того, чтобы обратно стакан ударить, то есть, вот, ну, вот у вас заклинило, вам надо с неистовой силой хреначить обратно, чтобы освободить и пытаться дальше разбирать вилку. Короче, что надо сделать? Первое. Строительный фен. Ну, ладно, газовая горелка, если не жалко, вилку. Просто до усрачки. Вот тут вот нагреваете посадочную плоскость. Ну, вот, вот насколько вы можете ее нагреть, вот настолько вы ее должны греть. Вот, по-другому никак. Второе. Ни в коем случае не пытайтесь в одно место бить. То есть, не пытайтесь на дурь ее выбить. Ни хрена вы не выбьете, сделайте только хуже. Смотрите, вы вот так вот, бам-бам, постучали, заклинило. Угу, заклинило. Переворачиваем вилку, ну, или сюда, как вам удобно. И резиновым молотком забиваем обратно, чтобы опять направляющие распустились. Ни в коем случае не пытайтесь сразу опять делать так. Проверните перо, чтобы хотя бы не в одну точку билось. Опять еще раз обильно прогреваете и опять стучите. И вот так вот, пока не выйдет. Я вот с этой вилкой, ну, сколько? Ну, минут 15 я промудохывал с одним пером. Но я понимал, что я делаю. И я понимал уже, в чем проблема. А многие вот с таким, когда сталкиваются, они просто на дурь начинают бить. И потом бывает, что вилку там чуть ли не кувалду уже начинает бить. Ну, и все, она превращается в мусор. Поэтому, поэтому, на самом деле, очень важно. Кстати, вот, что, почему очень важно? Вилку эту ковыряли уже когда-то до меня. Но на то, что потерт тефлон, уже практически... Ну, хотя как практически? Вот видно, что он протерт насквозь. Он, ну, уже все до меди пробито до основания. Вот. Что надо обращать на направляющие внимание? Нельзя направляющие просто так вот. Типа, ладно, они есть и ладно. Нельзя. Потому что при следующей... Во-первых, при изношенных направляющих лом вот в этой вот направляющей делает вот так. Соответственно, по посадочной кромке сальника, которая должна удерживать масло, она тоже делает вот так. То есть, она не работает гидравлически. Ну, типа удерживать. Она делает вот такие вот колебания. Соответственно, сальник разбивает, растягивает резину, разбивает резину. Но, опять же, сальник создан держать круг. Круг, но не эллипсность, которая возникает, когда происходит все вот так. И звонят не в самое нужное время. И черт знает кто, уроды. Спам опять. Вот. Поэтому, поэтому при переборке вилки обращайте внимание на направляющие. Я сам часто не меняю направляющие при переборке вилки. Потому что я вскрываю, смотрю, они в состоянии новых. Ну, хрен ли их трогать. Но, вот здесь, вот здесь, это ни разу неправильно. То есть, направляющие уже были износы еще при той, 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 когда-то переборке. А, ну и вот, что я про направляющие говорил. И, соответственно, вот вы, если не поменяли направляющие на изношенных сальников, на это, когда они изношены, вот, и ставите новые сальники, то вероятность того, что вилка потечет очень быстро, ну, процентов 70-80. Потому что направляющие, во-первых, сдерживают давление масла, которое возникает, ну, из-за того, что плотно. А когда она не плотно, соответственно, и масло проходит больше, с большей силой, и его давят через сальник. Плюс, то, что перо ходит вот так, а сальник на это не рассчитан, соответственно. И это тоже ведет к тому, что вилка очень-очень быстро течет. Ну и вот, я сам часто не меняю сальники, ой, эти направляющие, потому что, ну, они иногда живые. Но в таких ситуациях замена направляющих обязательно. Если вы видите, что уже тефлон пробивается до основания, стопудово вам надо это менять. Вот такое вот короткое видео. Надеюсь, его посмотрят, потому что оно короткое, и оно полезное для большой количества масс. Вот, не знаю, как обозвать, правда, видео, чтобы его хоть кто-то посмотрел. Ну, в общем, такая история. С вами была мастерская Панк Мотогараж. Такое вот коротенькое включение. Ну, и я Сергей Панкратов. Кому это было полезно и интересно, пишите комментарии, там, туда-сюда. Ну, проявляйте какую-то активность. Может быть, кто-то это начнет смотреть наконец-то. Наконец-то, может, люди начнут умнеть, и хоть какую-то техническую информацию начнут воспринимать, а не просто какое-то ля-ля-ля, красивые жопы, сиськи и прочее. Ну и вот, на этом мы закончим. Спасибо.